Девица Говорит он, будь царицей и роди богатыря. Вы, волопушки, сестрицы, выбирайтесь из светлицы. Поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будет одна от вас ткачиха, а другая от повариха. Все не бушил царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собрался, тот же вечер обвинчался. Царь-салтан запир честной, сел с царицей молодой. А потом честные гости на кровать слоновых костей положили молодых и оставили одних. В кухне злится повариха, плачет усанка ткачиха, и завидуют они государевой жене. А царица молодая, делав дальное отлагая, с первой ночи понесла. В те поры война была. Царь-салтан женой простяся, на добра коня садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сына Бог им дал воршин. А царица над ребенком, как рыльца над орленком, шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. От качиха с поварихой, со сватьей бабой-бабарихой, извести ее хотят, принять гонца велят. Сами шлют гонца другого, вот с чем от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведомую зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе нашел он всю десять, и гонца хотел повесить. Но смельчившись на сей раз, дал гонцу такой приказ ждать царевого возвращения для законного решения.